Коллеги, привет! Спасибо за такой теплый прием. Аня меня уже представила, меня зовут Олег, я координатор наших ПХП-шных посиделок. И, собственно, на правах координатора хочу осветить пару поинтов. Первый поинт заключается в том, что мы решили немного поэкспериментировать с форматом докладов. Теперь у нас будет всего одна тема, в отличие от прошлой встречи, где у нас было их целых четыре. Я думаю, это будет более продуктивно. На следующей встрече, которая у нас будет где-то в районе Нового года, у нас тоже будет одна тема, но там будет докладчик о штучке 2.3. Мы поговорим о новых релизах, клевых фреймворках, таких как Laravel, YI. И, может, там еще добавим один микрофреймворк. По поводу формата это все. И повторюсь по поводу того, что любой из вас может стать докладчиком на наших встречах. Для этого достаточно либо отметиться в анкетке, либо можно признаться об этом прямо мне. Вся организационная сторона будет задата артом. С вас только интересный рассказ. И не забывайте, не стесняйтесь задавать интересные вопросы. Для самых таких острых вопросов у нас припасены подарочки. В принципе, на этом все. Давайте еще пару минут подождем и будем начинать. Спасибо. Коллеги, дабы ваше ожидание было не таким скучным, немножко расскажу о тех мероприятиях, которые еще планируются в стенах нашего офиса или при поддержке нашей компании. На следующей неделе, 6 ноября, у нас будет митинг технического сообщества IT Talk. Многие уже бывали на подобных. Мы поговорим о Google Glass и Device Hive. Кому эта тема близка и интересна и любопытна, приходите сюда же. Будет очень интересно. Будет Леша Рыбаков, который приедет к нам из Харькова. Он будет рассказывать и показывать много чего интересного с Google Glass и с Device Hive. Будет технично, девайсово и очень интересно. Приходите, если у вас есть знакомые, которые тоже подобными вещами интересуются, встречами технических сообществ, тоже им сообщайте. А потом, через неделю, у нас будет встреча Java User Group. Поэтому, если у вас есть друзья-джависты, то 13 ноября мы их тоже здесь ждем. Помимо этого, наша компания организовывает 29-30 ноября QA Hackathon. Мы первый раз экспериментально в Днепропетровске проведем хакатон среди тестировщиков. Опять же, если у вас есть друзья-знакомые, товарищи, которым это может быть интересно, вы им сообщайте, мы с удовольствием их примем. Информация прозвучала на правах рекламы. Любые вопросы, пожелания, предложения вы можете адресовать мне. Ну, я думаю, что пора начинать. Давайте мы поаплодируем. Разрешите представить Макса Волошина, Ovox. Собственно, сегодня он нам расскажет много чего интересного. Окей, всем привет. Спасибо, что пришли. Постараюсь не потратить ваше время зря. Меня зовут Макс Волошин. Я работаю в компании Ovox. Пять лет участвую в разработке продуктов с использованием PHP. И сегодня мы поговорим про совместное использование Shell и PHP. О чем непосредственно рассказ? Поверим про работу в Shell, про исполнение PHP в Shell, про использование Readable Print Loop. И проведем сравнение таких инструментов, как Boris и PSH. Зачем нам вообще это все надо? Так сложилось, что PHP разработчики обычно работают с приложениями, входной точкой работы которых является веб-сервер. И в Shell мы бываем, может быть, не так часто, но на самом деле бываем. Когда мы вообще работаем в Shell? Когда мы используем эмулятор терминала? Когда заходим по SH на удаленную машину? Либо же, когда мы используем в PHP функции exec, system и так далее. Также мы работаем в Shell, когда предоставляем программный интерфейс, интерфейс командной строки к нашему приложению. Обычно такое бывает необходимо, когда мы хотим предоставить инструмент по автоматизации каких-то рутинных действий эксплуатации системы. И какие-то другие еще кейсы. Что такое вообще Shell? Потому что я буду говорить сегодня Shell, Shell, Shell. Просто чтобы мы одинаково понимали, что это такое. Shell это интерфейс, который определяется стандартом POSIX. То есть по факту Shell это спецификация. При этом существуют различные реализации этой спецификации. То есть это SH, это оригинальный BurnShell, который используется в большинстве версий Unix. баш который используется во многих дистрибутивах linux дашь который используется в дебе они кому бунте есть еще также и zsh обычно используются продвинутыми пользователями командной строки есть еще на самом деле много еще других всяких реализаций всех там их не перечесть это и не надо то есть ключевая вещь это то что шелта спецификация есть разные реализации при этом мы работаем шелл с разных мест на который о которых я говорил ранее поговорим про запуск пешки приложения из шелл имеем простой скрипт сапи php с выводом эхо константы php сапи и выводом функции php сапи name после запуска такого скрипта увидим кликли ну ком онлайн интерфейс то есть таким образом мы можем внутри php определить что происходит запуск из шелл все есть переменные и переменное окружение каким образом можно все вообще использовать перемены можно их определять можно их выводить можно создавать какие-то новые переменные с использованием предыдущих и также выводить до их значения в общем как как-то так среди переменных шелл есть особая подмножиться переменных это переменные окружения узнать текущий набор переменных окружения можно воспользовавшись утилитой and то есть она выводит список все переменные окружения их значения обычную переменную шелл можно превратить в переменные окружения для этого необходимо естественно и и сначала объявить а затем воспользоваться утилита экспорта которая из локальной переменной в шелл сделает переменного окружения таким образом при последующем вызовы и вызове утилиты ms мы увидим это значение которого ранее не было при этом есть такая штука это возможность передать значение переменной окружения не в целом глобально для всего сеанса а в контексте какой-то конкретной команды то есть например у нас есть переменная фу со значением велью мы делаем ее переменное окружение затем при вызове команде nf специально для этой команды передаем другие значения переменной фу данью и вообще используем новую переменную баз то есть таким образом nf покажет нам значение не глобального состояния в сеансе а непосредственно те значения которые были переданы индивидуально для этой команды при этом в самом сеансе то есть вне вызова команды nf переменной фу будут содержать старые значения а переменной баз не появится пустой вывод поговорим про то как можно передать какие-то параметры из shell в пешпи есть несколько способов самый простой и нативный наверно для системы это использование переменных окружений на которых мы только что поговорили есть функция gtnf которая по имени переменной вернет ее значения и соответственно мы можем в этом убедиться если запустим скрипт пешки gtnf php с переданным значением для переменной фу вот другой способ это использование аргументов вызова то есть мы можем воспользоваться супер глобальной переменной сервер ассоциативный массив по ключу argv хранится массив с используем с переданными аргументами таким образом при вызове арк в php и с какими-то аргументами да мы получим ассоциативный массив внутри следующего вида в котором уже дальше там можно работать это что касалось передачи аргументов а в приложении теперь когда у нас есть какое-то приложение мы хотим его запустить то есть до этого я показывал примеры там где мы пишем php имя скрипта . php по факту если вы пользовались ранее shell и пользователи пользователи пользовались какими-то нативными утилитами типа там карты cpls то есть вы видели что там не было каких-то расширений и вы не указывали интерпретаторов или еще что то что необходимо для исполнения и php приложение для shell можно также реализовывать в таком стиле говорим о том что для этого надо для начала нам понадобится непосредственно сам само приложение которое мы будем использовать до создадим пустой файл проверим сразу какие есть права для этого файла здесь указаны места где есть признаки того что у кого-то есть права на исполнение этого файла то есть данном случае когда мы только создали файл ни у кого нету прав на исполнение этого файла мы можем воспользоваться утилитой chmod и при параметрах и плюс x предоставить права на исполнение оунару этого файла здесь мы после вызова чмода и я сможем увидеть что у файла появилась метка которая говорит о том что пользу владелец этого файла может этот скрипт исполнить далее поговорим о том что должно быть внутри самого файла первая строчка этого файла это так называемая шбанклайн то есть она начинается с хэша восклицательного знака и дальше должна быть команда которая будет запущена при исполнении этого файла то есть таким образом все последующее содержимое этого файла будет обработана этой утилитой который мы тут указали то есть здесь мы запускаем утилиту php то есть сам непосредственно интерпретатор php при этом с учетом того что на разных системах php может находиться в разных месторасположениях для того чтобы мы его здесь не хардкодили мы воспользуемся такой возможности утилиты нс как запуск какой-то другой утилиты с учетом переменных окружений то есть таким образом если мы укажем юзер бен нс пешки то на разных машинах даже с разным расположением интерпретра интерпретатора php он будет найден далее мы файлы можем расположить непосредственно наш пешки код и вывести аргументы вызова имеет имея такой файл мы можем обратиться к нему по абсолютному пути да и увидеть нулевым элементом а сила это непосредственно скрипт который был вызван также такой скрипт можно вызвать с помощью относительного пути то есть если мы находимся в директории в которой скрипт argv содержится мы можем через точку slash далее его запустить и увидим это выводе это неудобно на самом деле потому что есть разные утилиты они могут находиться в разных местах то есть выходит что для того чтобы запустить разные утилиты мы должны знать где они находятся для того чтобы этой проблемы не было путь в котором находится утилита должен содержаться в переменное окружение пав сейчас мы поговорим про это более подробно мы таким образом в переменную пав добавляем текущую директорию то в которой мы находимся то есть мы можем убедиться что в переменной пав появилась это директор текущая директория в которой мы находимся про переменную пав про ее структуру переменное окружение пав это набор директорий в которой находятся утилиты которые мы исполняем и разделяются не двумя точками разной директории далее есть утилита вич которая может по названию программы подсказать путь который будет использован при запуске этой утилиты либо не подсказать если это утилита не будет в итоге найдена таким образом вне зависимости в рамках этого сеанса вне зависимости от того в какой директории мы будем находиться мы можем запустить утилиту argv и при этом она будет найдена shell и она будет запущена и мы увидим ее аргумент вызова данного это так как будто бы она была запущена по абсолютному пути вот далее поговорим про потоки ввода вывода ошибок я хотел бы узнать если вопросы на этом этапе чтобы мы там не накапливали сильно большой какой-то кусок информации окей если вопросов нет а то да давайте дальше потоки ввода вывода ошибок каждое приложение имеет три потока работать с потоками это поток ввода поток вывода и поток ошибок внутри и php приложение это доступно в следующем виде доступные константы следы на стадо и теста дэр каждый из которых является дескриптором который получен через афоп он а то есть через потоки стандартной которые доступны поэтому внутри и пешки приложения мы можем эти константы использовать поговорим по порядку о работе с каждым потоком самое простое это работа с потоком вывода в принципе когда мы пишем эхо можно сказать что мы работаем с потоком вывода более такой очевидный вариант это использование фрайта и константы стадоут то есть это непосредственно дескрипторы к потоку вывода таким образом мы можем запустить этот скрипт и увидеть непосредственно контент выводе есть такая возможность это перенаправление потоков вывода перенаправление потоков и в данном случае мы можем перенаправить поток вывода утилиты стадоут файл то есть выполнили перенаправили кат файл и видим содержимое уже в этом файле все это шел сделает другая возможность это дописывание вывода в какой-то уже существующий файл не просто файл таким образом мы можем выполнить стадоут раз на выполнили для него перенаправление затем выполнить перенаправление в этот же файл но в режиме добавления и в этом файле мы увидим контент записан дважды по работе с потоком ошибок здесь чуть более помудренный пример смысл в чем у нас есть какое-то приложение там мы выводим что-то в стадоут дальше мы рассчитываем что у нас могут быть какие-то исключения и если вдруг мы какое-то исключение не отловим мы хотим чтобы сообщение этого исключения было выведено в поток ошибок и кидаем исключение которое никто не ловит когда мы запустим утилиту out r мы увидим вывод контент и error то есть по факту мы не заметим ну не заметим и никакой разницы то есть вывели мы вас туда от или в sdr то есть разница проявится она позже если мы будем использовать перенаправление потому что если мы сделаем перенаправление стадоута файл то есть мы увидим что stdr будет виден у нас в shell содержимое стадоут находится в файле нам мы можем в этом убедиться другой кейс это когда мы поток ошибок перенаправляем файл тогда мы видим поток вывода в shell а содержимое потока ошибок видим файле другой кейс это когда мы хотим объединить поток ошибок и вывода в один и сделать перенаправление файл то есть мы увидим и поток и данные из потока вывода и данные из потока ошибок но могу сказать что чаще это плохая идея чем хорошая потому что потоки ошибок и вывода они и разделены для того чтобы хранить их отдельно друг от друга и не мешать в одну кучу вот но возможность такая есть и крайне тут кейс это раздельное перенаправление с потока вывода из потока ошибок то есть мы увидим отдельно содержимое файла содержимое потока вывода и отдельно содержимое потока ошибок такие разные кейсы осталось у нас поток еще ввода тут какая ситуация есть доступен дескрипторы cdn который отвечает за ресурс за поток ввода и с помощью функции stream get contents мы можем это содержимое получить как это выглядит на практике мы запустили утилиту stdin и она начинает висеть здесь ожидается ввод на поток ввода мы ввели какое-то содержимое дальше мы нажимаем комбинацию контрол д контрол д в шеле это признак завершения ввода в поток ввода после того как мы нажали контрол д вывод содержимое считается уже полученным и мы получаем на выводе с джима вардам по от этой строчки вот то есть далее пример то есть мы можем иметь какое-то содержимое файле и потом содержимое этого файла перенаправить на поток ввода утилиты stdin то есть здесь я стадают используется просто как пример наполнения какого-то файла отдельный кейс это когда мы хотим на поток ввода перенаправить какую-то просто строчку не обязательно у нас там файл с этим есть можем воспользоваться угловыми скобками также я рассказывал возможно вы обратили внимание там бы вот этот момент запускаем сады им и начинаем висеть то есть проблема в том что вы завтримы get contents он блокирующий и означает что если содержимого какого-то нету приложение начинает это ожидать его на практике нам не всегда надо такое поведение и мы хотим работать в разных кейсах то есть там если есть содержимое работаем одним способом если этого содержимого нету мы не висим мы работаем дальше как это реализовывается для этого можно воспользоваться функция стрим сайт которая принимает на вход массивы с потоками которые мы хотим обработать и и по порядку да то есть это потоки вода потоки чтения это исключительные потоки и 0 здесь это тайм-аут с которым мы будем использовать то есть по факту когда мы делаем стрим селект массивом с потоками и указан тайм-аут 0 это означает что мы хотим получить значение состояния этих потоков прямо сейчас без какого-либо тайм-аута и стрим селект возвращает нам количество потоков которые в итоге содержат какие-то данные то есть по факту с помощью такой конструкции мы можем убедиться в том что данные в потоке вода есть либо же их нету когда мы запустим приложение но на боке на стадии мы увидим что данных в потоке вода нету если же мы эти данные этом этому приложению предоставим мы увидим что данные есть таким образом мы можем решать вот эту вот условность то что данные не обязательно могут быть в стадии так интересная тема это композиция shell программ вообще грили посек с unix в униксе есть такая хорошая философия которая говорит о том что разные приложения каждое приложение должно должно решать одну свою какую-то задачу но решать ее хорошо при этом композиция программ в shell позволяет имеет нам много утилит который каждый из которых решает свою индивидуальную задачу но вместе эти программы с помощью их какой-то композиции могут решать более сложные кейсы то есть те на которые они там изначально допустим даже не были там предназначены более подробно самый простой способ композиции shell программ это последовательное выполнение то есть мы можем воспользоваться точкой запятой вызвать несколько утилит и они просто будут вызваны одна за другой то есть например если даута там два раза он будет вызван сюда мы получим это содержимое последовательное выполнение не всегда то что нам надо и мы хотим делать композицию программ с учетом успешности их выполнения для того чтобы понять что такое успешность рассмотрим более конкретные примеры в пешке есть функция exit в которой можно передать код возврата приложения то есть этот код и будет использоваться для того чтобы определить успешно завершилась утилита или нет то есть в случае запуска скрипта пешки ок мы увидим ок и в шел с помощью конструкции доллар вопрос мы можем этот код возврата получить вот мы его этот 0 и узнаем в шел 0 это код возврата программы которая завершилась успешно то есть если код возврата отличается от нуля это означает что есть какая-то ошибка то есть если у нас есть cell php мы там что-то на записали в стдр сделали exit 1 и эту единицу этот код возврата да мы можем получить шел и дальше уже все это как-то либо обработать либо использовать при композиции программ на примере можно показать это с условным выполнением то есть два амперсон да это выполнение утилиты с учетом успешного выполнения предыдущей утилиты то есть если мы выполним злая при сантами fail php и от пешки мы увидим что fail php отработал а от пешки уже не отработал то есть он в принципе не бы уже вызван потому что fail php и завершился с ошибкой и общий код возврата всей этой конструкции это единица но то есть нет не успех две вертикальные черты это выполнение какой-то утилиты в случае неудачи предыдущей то есть если мы запустили а к пешки и fail php через две вертикальные черты мы увидим что fail php даже не выполнился на поскольку пешки завершился удачно а общий код возврата этой конструкции это ноль успех мой любимый способ композиции программ шелл это поп-лайн выполнения в чем смысл у нас есть какая-то утилита она выводит какое-то какие-то данные в поток вывода с помощью вертикальной черты мы можем перенаправить данные из потока вывода одной программы в поток ввода другой программы таким образом мы можем выполнить композицию существующих утилит std out и std in и увидим что содержимое std out вывод std out передался на вход утилиты std in и это можно выполнять там бесконечно вообще и миксовать разные команды вообще и решать какие-то индивидуальные задачи вот как то так вопросы появились какие-то подайте признаки жизни далее олег олег возьми микрофон пожалуйста раз раз а есть вопрос по поводу ввода данных там через control д какой-то говорила можно как-то водить enter am обычным enter am enter am когда мы используем stringed contents enter это просто переход на новую строчку а то есть это не завершение ввода в поток вода вот но если мы внутри пешки будем использовать не stringed contents а в детс например то он будет считывать данные до первого перевода строки то есть и соответственно как бы в гельс он будет точно также блокирующим да но мы нажимаем enter и вот таким образом закончился то есть просто stringed contents это более это решение более общая более общая да то есть и она работает в принципе со всем водом на поток вода в гельс это больше для какого-то что-то там запросили у пользователя он там вел до enter а и мы это значение сразу считали вот но наверное лично я бы в гельс не использовал то есть если пришел бы задачу в при которой необходимо было запрашивать именно таким образом пользовательский вот в пешке есть расширение redline которая позволяет делать это более человечным способом с переводом курсора с истории ну то есть практически шел внутри вашего там php приложения нож не за ответил на вопрос нет да да спасибо вопрос если возможность получать данные до того как они были отправлены то есть до нажатия enter или контр д то есть случае чтобы реализовать авто дополнение скажем авто дополнение это вот это расширение redline то есть там есть функция на которой можно повеситься и они будут вызывать до на там но это и расширение redline это отдельные вот то есть обычная в пешке надо отдельно ставить еще вопрос вот этот out pipeline std in поток ошибок просто в никуда девается не но не в никуда ну ты его увидишь вот но он не перенаправится он не перенаправится на его вижу там такая история с потоком ошибок он называется поток ошибок но вообще есть некоторые ребята которые в поток ошибок пишут просто какой-то дабах инфу вот и вываливается просто чтоб ты видел держишь чтоб ты был в курсе понятно спасибо еще вопрос а у нас печки кле если использовать не в обычном формате как мы печки у нас приходит реквест мы подумали что-то сделали отдали response если в духе ноды она у нас будет крутиться потихоньку принимать что-то отдавать то есть в таком не блокирующим режиме без сразу полностью ответа и убил убиение скрипта так называемого как печь пекли будет вообще отживать то есть таком формате с какими примерно объемами данных она может справиться сколько она будет жить или лучше по старинке сделали гру и грохнули сразу же ну смотри вообще печь пекли да мы можем какой-то скрип запустить и чтобы он висел да то есть по факту мы хотим и так понял сделать демон на на пешке запустите чтобы он висел так сделали запустили и дальше что мы от него хотим чтобы он принимал запросы по какому-то порту ну что-то он принимал слушал и на этой абстрактно спрашивали просто интересно просто делаем маникли хорошо себя чувствует в таком формате и как часто ну допустим нужно его проверять чтобы он не отпал как он там ну смотри какая история в принципе ну демоны на пешке писать можно вот у нас компания даже есть демоны до которые запу запущены реально на пешке они работают вот сказать что вот налетайте пишите демоны все на пешке у меня язык не повернется да это сказать то есть можно но я бы не рекомендовал да при этом для пешке есть такая штука это react php это проект который позволяет делать асинхронный прием запросов на не блокирующие операции в пешке вот и там такой проект может быть знаете это игорь ваудер такой достаточно известный человек в пешке среде он этот проект поддерживает и люди там пользуются там есть разные расширения там я знаю либо он прикручивает к пешке для того чтобы он работал 5 5 используют генераторы которые позволяют им тоже что-то конкурентно выполнять ну в общем люди балуются делают мы тоже да это используем поэтому ну как бы можно а прикольно как часто у вас этот демон вообще валится как вы часто его приводите в чувства и вот react php я смотрел вот даже сейчас у меня вкладочка открыта не видел еще на нем ни одного примера чего-то живого чтобы жить это было в продакшене то есть какие-то эксперименты да и действительно я знаю там ордрон запускает в react php управляют все весело вот такие вот веселые вещи но вот вы говорите смотрите они были как вообще ситуация но действительно стоит ли действительно за это браться и пробовать это писать на каком-то живом проекте или это слишком рисково и оставить это такое дешево среди то вот я бы это так охарактеризовал то есть она работает в принципе как у нас когда могут возникнуть какие-то проблемы когда у нас произошел fatal это php да поэтому там все мы приехали когда у нас fatal и когда мы там что-то делаем сильно бурлим с памятью то есть если память у нас накапливается понятно потом этот демон выжирает столько что вопросу даже неприлично держать на сервере вот но как бы мы используем демона каким образом мы делаем внутри этого демона экзек другого php скрипта и то есть делаем это просто бесконечном цикле и экзек как бы там по памяти чуть-чуть не сильно и поэтому у нас все хорошо так по порядку да не подошел какой-нибудь супервайзер специализированная заточенная пуза которая будет поднимать все это дело мы так плавно скатились в другую тему давайте сейчас быстро это обсудим и мы должны это уйти глубже да как-то в начало да ну смотрите какая история там был вопрос про крон могу сразу ответить крон просто там не имеет возможности динамического управления конфигурирования которое нам надо было вот поэтому там было написано утилита а какой-то там супервайзер ну в плане будет ну я не люблю обманывать людей тем более столько много сразу поэтому не будет ну то есть сказать скажем так мы там в отношении там этого демона достаточно прагматичные да он там решает свои задачи до дешево и сердито как только перестанет этом перепишем на гол да и все будет хорошо обманули все обманули всех ничего не очень нравится все может быть окей ладно давайте вернемся сюда потому что мне олег потом скажет что пришел с одним докладом рассказал про другое окей давайте парень дальше про репо репо это рядовал print loop по факту из названия понятно что это какой-то цикл вот в случае репо это цикл бесконечной который считывает какое-то значение исполняет его и выводит зачем вообще нужен репо репо это отличный инструмент когда мы хотим быстро узнать результат какого-то одного или нескольких выражений это полезно когда мы изучаем язык это полезно когда мы его когда-то учили но забыли вот и еще это полезно когда мы проверяем как этот язык знает еще кто-то другой вот такой кейс там собеседование например и удобно там быстро что-то проверить посмотреть показать что человек прав ну или не прав вещи и в пешке это достаточно актуально там несколько случаев из жизни это вызов мрей на 0 и массив а и б и пешки скажешь сюда все круто 0 входит массив а и б вот а когда начнешь разбираться оказывается что эти строчки приведены к нулю и выходит что да ну 0 входит массив из нулей хорошо вот или там стр после единицы со строчкой которая содержит единицу и стр пост скажет что нет нету тут никакой единицы а потом начинаешь разбираться оказывается что при передаче инта стр по считает это кодом символа вот выражение вообще безобидное а равно true and false и итоговый результат это false все хорошо но результат а это true потому что приоритет операции n то ниже чем операции присваивания вот ну и такие вот вещи их там на самом деле это так что просто что на один сайт влезла написал вот но они встречаются и иногда хочется там подумать ты там устал да или это действительно так работает ладно про репа в пешке вернемся спешки есть возможно две возможности первое это вызов пешки минус р это запуск пешки кода без пешки тегов то есть мы можем сделать пешки минус р в шелле там их от пешки сапе и увидеть этот вывод вторая возможность это запуск пешки в режиме интерактивной среды то есть пешки минуса запустили увидели интерактив shell там идет приглашение пешки и дальше мы можем писать и там какой-то эхо константы какой-то код в общем выполнить беда в том что интерактивная среда пешки не является репом почему так потому что во-первых результат вычисленный он не выводится на то есть для того чтобы что-то в интерактивной среде пешки увидит нужно явно написать эхо или вардан там или чем-то надо то есть результат исполнения он не выводится да и он хрупкий то есть это означает что где-то вы свернули не туда и сеанс ваш закрылся то есть если вы сидели в интерактивной среде пешки там что-то писали там переменную а проинициализирует льб там cd у вас уже 10 переменных все классно и вы там взяли какую-то глупо ошибку получили тот же самый fatal и все приехали нет у вас больше вашего сеанса настроения на нуле ну так далее кому она надо но выход есть есть проект борис это простой репа для пешки есть проект все саж это инструменты на интерактивной среды разработки там что есть возможности дебана и непосредственно репа у как это выглядит можем запустить утилиту борис можем запустить утилиту пси саж увидим приглашение борис и увидим приглашение пси саж то есть ну да есть вот репа 1 репа у 2 но какой из них использовать какой хороший какой нехороший а какой мне подойдет а с каким удобно там и так далее некоторое время назад я не мог ответить на этот вопрос вот но сейчас могу на него ответить и я надеюсь что после доклада у вас этого вопроса в принципе уже не будет поэтому давайте пройдем небольшой battle между борисом и пси и саши посмотрим кто кого ну для начала слухая статистика борис объективно более популярный проект чем си саш то есть он немного начал немного раньше начал свое развитие то сейчас у него там больше форков больше звезд на гитхабе на пакетжести у него больше загрузок ну то есть очень такой популярный инструмент я так думал чем это может быть связано пришел к тому что борис там свое время был подхвачен популярными проектами в комьюнити то есть там в лара вел есть там для дупала утилита драж там используется вроде бы кейк пешпи там как-то используют и в общем за счет именно этих проектов мне кажется борис и стал каким-то популярным решением до которых люди знают а а все саш может быть даже вообще не слышали при том что он тут репа используют дальше как эти вещи все устанавливаются но 2014 год на дворе тут ничего фееричного и хард доступен и установка через композер поэтому тут говорить особо нечем нечем то есть плюсик туда и туда уходит хочется сравнить непосредственно работу в репа да то есть как это внутри все там выглядит то есть мы видим приглашение и есть такая штука это возможность не писать точка запятой в конце выражения если поймете чем я говорю мы вводим 0 нажимаем enter вот жители деревни все саш уже видят результат вывода а жители деревни борисы все ждут точку запятой да хотя казалось бы блин можно поставить и за меня то есть это один символ да такая мелочь но у меня лично бесит это вот и то есть мне приятно когда утилита соображает на какие-то вещи сама чем вопрос да 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 там все нормально то есть она штука умная то есть если стоит открывающая скобка она поймет что точку запятой еще рано доставить надо подождать там дальше будет пример страшная конструкция тут массив там внутри объект внутри еще массив смысл в чем хочется посмотреть как нативной структуры данных вообще отображается то есть на самом деле они в борис и все саж достаточно по-людски показываются тут разноцветно все красиво тут есть момент что в психи саж он к объектам еще дописывают спл хэш объекта вообще для репа мне кажется это не надо но я понимаю почему то есть все саж это связано с тем что все саж есть еще какие-то возможности по отладке приложений и там там знание этого спл хэш объекта может быть полезно поэтому вот она есть то есть тут плюсы туда и туда дальше ограничение глубины вывода то есть мы увидели что у нас есть там к это переменная x мы ее про инициализировали вот ее полное представление но по факту бывают случаи когда мы хотим увидеть не все структуры эту с каким-то ограничением глубины на то есть мы не хотим все это вывалить вот но в борис этим грустно то есть нету такой возможности в психи саж есть команда дамп который можно передать ключик депс и указать какую вывод какой глубины мы ожидаем то есть мы увидим в случае объекта в случае ассоциативного массива ключи все которые есть и какое-то агрегированное представление значения которое хранится по этому ключу а то есть там это какой-то класс данный уже без вывода его свойств это массив с таким-то количеством элементов но и примитивные типы там боу и строчка тут уже мать нечего отдельный кейс это обработка нефатальных ошибок то есть ну пишем сам понятно да это не объявленная константа в php все саж видим красивое красивое сообщение борис на что-то отдает и отдает явно какие-то свои внутренности там борис его worker php 133 строчка его audi то есть это не то что мы ожидаем увидеть в репл да то есть мы что-то играемся делаем нам того что там константа не объявлено достаточно да и какие-то внутренние детали реализации но как-то даже неприлично выводить вот другой кейс это деление на 0 то есть обратно да в все сашу видим красиво там борис будет некрасиво аналогичная история с обработкой исключений то есть все саш мы увидим непосредственно там сообщение красненьким все вот в борис увидим трейс который явно нам не нужен никакой полезной информации он нам не даст интересный кейс это обработка бесконечных циклов тут тут кстати пример как она работает с переносами строк то есть нормально и там борис и pssh ну то есть они понимают что вывод что вот еще не завершён да и мы можем сделать вот выражение на несколько строчек так вот кейс это бесконечный цикл мы задали это значение нажали enter сидим ждем борис выводят еще выводят все саш молчит но кей нам это дело надоело мы хотим по control c завершить нажимаем control c что происходит pssh вылетает вообще весь а борис закрывает какой-то конкретный процесс который висел на наш поэтому здесь конечно же плюс уходит борис а потому что репа он не должен быть хрупким нам и от этого нам этим и не понравился не понравилась интерактивная среда в пешке потому что она хрупкая а то есть вот такие кейсы это тоже признак хрупкости поэтому здесь плюсик у бориса отдельный аспект в репли это какая-то возможность внешней конфигурации рассмотрим что предоставляет оба инструмента борис и борис и предоставляет возможность конфигурирования путем внешнего файла расположенного внутри директории пользователя при этом оба файла это php с той разницей что в борис применяется подход о пдс л а в pssh применяется подход возврата ассоциативного массива при этом еще в pssh есть возможность при запуске самого репа явно передать какой-то кастомный путь и кастом и кастомная конфигурация вот то здесь я отдал там плюсик двум решениям несмотря на то что pssh больше возможностей в борис мне импонирует сам подход конфигурирования да то есть через объектно-ориентированный dcl поэтому здесь поровну интересная штука при работе в репа это подключение каких-то индивидуальных файлов то есть так бывает что когда мы запускаем репа мы хотим чтобы он был не голый а чтобы там уже были доступны какие-то библиотеки может быть какие-то еще вещи которые мы хотим использовать да то есть которых нету просто в голом php в борис это реализуется через ключик require в которые можно передать путь к пешке файлу который будет подключен а в pssh это можно реализовать через конфигурацию дефолт инкут и передать туда список путей которые будут подключены в момент запуска репа вот и на самом деле тут мы плавно подошли к интеграции репа со своим приложением и дальше поговорим непосредственно больше в деталях это интеграция зачем нам это может понадобиться но вот есть у нас репа есть приложение всем хорошо зачем это надо по факту интеграция репа в приложение нужно тогда когда мы хотим понизить порог входа в нашу систему то есть что это означает репу это как такая игрушка на и интерактив интерактивная документация да возможно интерактивной интерактивная среда для того чтобы поработать со своими какими-то объектами то есть и на самом деле я общался с ребятами разного уровня опыта спрашиваю их мнение по этой теме и мы сошлись к тому что интеграция репа в приложении она больше всего полезна для новичков этой системы то есть людей которые только начинают с ней разбираться то есть почему так люди которые уже там длительное время какое-то работает на проекте они знают как поведет себя тот или другой кусок кода а то есть они знают что есть какая-то сущность но на проекте вот у нее есть какие-то методы их можно вызвать и произойдет то-то либо они вернут там какой-то результат то есть люди которые только начинают разбираться с платформы даст проектом для них это может быть не очевидно и что происходит они выполняют какие-то свои повседневные задачи ну грубо говоря там вывести на какой-то страничке привет мир они там в коде какого-то своего контроллера или в коде это модели которые они используют они начинают вести эксперименты то есть начинает что-то пробовать выводить через браузер перезагружать эту страничку просто для того чтобы понять а что будет если вызову этот метод у этого объекта поэтому интеграция репа в приложении позволяет эти моменты заводить и сделать там менее больными для людей которые только разбираются с новым проектом вообще какие возможности нам репа у пригодятся если вдруг мы захотим его интегрировать нам понадобится возможность своей точки входа а то есть мы захотим не запускать там борис или запускать психи саж мы захотим мы захотим запустить утилиту непосредственно в своем каком-то проекте которая будет там названа в стиле проекта там расположена там где надо и так далее дальше мы захотим внутри репа использовать какие-то свои переменные то есть например если вдруг мы используем систему где у нас есть объект up то есть это объект приложения мы захотим внутри репа к этому приложению иметь возможность обратиться на то есть вот эта переменная ap она должна быть доступна в репле поэтому нам понадобится возможность прокидывания каких-то своих переменных в репу и еще так как это наше какое-то кастомное приложение я репа это среда которая вычисляет какое-то выражение и показывает его мы хотим чтобы наши сущности какие-то кастом кастомные в репле показывались чуть лучше чем просто вардам от них вот поэтому мы захотим чтобы нашей сущности если вдруг они оказались результатом на вычисление выражения в репле они показались корректно нам понадобится эта вещь по порядку со своей точкой входа тут все в принципе хорошо и у борис и у психи саж то есть мы создаем объект репла запускаем метод старт иран но в случае психи саж и то шоу начинаю и репа начинает работать то есть тут никаких сюрпризов нету со своими переменными в принципе тоже все хорошо в борис есть метод local который принимает ассоциативный массив и рассматривать ключи как имена перемена до их значение это непосредственно значение этих переменных в психи саж есть аналогичный метод который делает ровно тоже здесь гладкая у там и там интересная тема это свой обработчик значений вообще ну для начала немного так поймем осознаем проблему то есть у нас например есть класс регистре и у него есть публичное свойство property с каким-то там значением когда мы проинтегрируемся и создадим инстанс этого класса то есть мы увидим окей да там обжект регистре до его класс увидим свойства property и value все хорошо так же самое все и саж то есть создали объект нашего какого-то кастомного класса увидели его вывод роджистре также спл хэш и не свойства property но дело в том что на практике мы имеем чаще дело не с такими вот классами а типа с такими то есть там где состояние объекта но не доступно через его публичные свойства то есть публичных свойств в принципе может не быть на то есть там какие-то приватные свойства и доступ к ним реализуются через какие-то геттеры я здесь сделал самый простой пример да одно приватное свойство и геттер и установка этого свойства производится через конструктор когда мы попытаемся это увидеть в репл то будет небольшое разочарование то есть мы увидим окей мы создали обжект класса кантри но нету значения непосредственно нету с нету описание состояния этого объекта а если это репл то нам это состояние было бы интересно увидеть при этом в pssh ситуация аналогичная то есть публичных свойств нету то есть состояние объекта непонятно как взять поэтому мы увидим но окей да объект класса кантри но состояние вот то есть то что это украин там нету и в этот момент у нас появляется необходимость а давайте напишем свой обработчик для значений который будет знать о том как должен выглядеть в репл объект этом кантри например как это реализовывается с борисом тут не все так гладко поэтому тут скажем так показываю реализацию на коленке чтобы работала и показать что это вообще возможно то есть борис предоставляет интерфейс инспектор в котором необходимо следуя которому необходимо реализовать метод inspect то есть inspect value то есть мы метод inspect должен вернуть строковое представление для значения которое будет передано в него то есть мы рассматриваем что ага если значение которое мы получили это наш объект нашего класса country то мы выводим джейсон нас состоянием этого объекта там name и get name но если вдруг это не country то мы делаем как фоллбэк на стандартный инспектор который есть борисе то есть мы создаем colorad inspector это тот инспектор который используется по умолчанию вообще в борисе и говорим что ну пускай тогда этот дефолтный наш инспектор пускай тогда это значение отрисует потому что мы не знаем что это такое и мы можем этот инспектор установить для объекта репо то есть нет через метод сетт инспектор вот таким образом на практике мы увидим что окей мы задали значение new country ukraine и ура мы видим нечто больше чем какой-то пустой до вардан то есть мы видим уже описание состояния этого объекта которое мы получили вот и это уже лучше чем было до этого посмотрим как обстоит дело все саж все саж тут поприятней мы имеем уже готовый класс object presenter от которого можем пронаследоваться да и определить только то что нас интересует то есть методик and present мы должны вернуть булевое значение о том может ли этот презентер отрезовывать это значение да то есть по факту это инстансов будет от country а в методе get properties мы должны вернуть ассоциативный массив и свойств который отображает состояние этого объекта то есть в этом презентере мы знаем окей мы показываем country это объект country это означает что мы можем вызвать метод get name у этого значения и отдать его таким образом дальше мы еще можем воспользоваться методом от презентер который сообщить репу о том что вот у нас еще есть такой обработчик который может быть использован при выводе и в самом все саж мы уже увидим окей мыс у нас есть объект country и у него есть состояние которое описывается свойством name но с его значением вот то есть на таких простых примерах я постарался показать то есть как можно вообще дальше этот репу крутить на развивать и добавлять свои обработчики и здесь ключевая штука что это множественное число до свои обработчики по факту в наших приложениях больше одной кастомной сущности и соответственно как бы если мы работаем в репу мы хотим чтобы у нас не только какая-то одна избранная сущность красиво показывалась а чтобы все наши кастомные сущности были отображены как следует для этого нам нужна возможность нескольких обработчиков в борисе с этим плохо плохо почему вы видели там есть метод set inspector на который может принять себя ровно один инстанс то есть по умолчанию это там дефолтные до какой-то инспектор в борисе корот инспектор то есть мы можем этот инспектор затереть установить какой-то свой вот и все то есть по факту что это означает если мы хотим в борисе иметь обработчики для разных классов у нас есть два варианта мы либо пишем какой-то монолитный обработчик и там цепочка типа if else if if else if либо мы берем паттерн компоновщик на и уже сами в нем реализуем ту логику что окей мы можем реализовать там 10 кастомных классов обработчиков и дальше с помощью нашего написанного нами класса компоновщика собрать эти все десять обработчиков в один для того чтобы была возможность это определить борис то есть принципе сделать это я бы можно но это надо делать нам самим на то есть больше работы а в психи саж с этим никаких проблем нет этот презентер он принимает массив этих презентеров то есть соответственно там надо 10 нам обработчиков ну получите 10 там надо 20 смысл поняли то есть мы в психи саж можем писать только тот код который можем писать только мы да то есть нам не нужно писать какого-то еще инфраструктурного кода просто для того чтобы побороть repel и засунуть туда больше одного обработчика не менее важный момент это рекурсивность обработчиков о чем вообще речь не все значения они примитивны да то есть есть к структурное значение например это массив и объект пример если мы даже написали обработчик для класса country для объекта класса country но значение это массив который содержит этот объект то борис он забывает по факту что у нас есть этот обработчик понятно да чем связано архитектура обработчиков борис такова что она смотрит она рассчитана то что есть какое-то значение мы смотрим это instance of country ну нет не instance of показываем фоу бэк ну кот вы ранее видели то есть таким образом выходит что у нас есть этот обработчик но если вдруг это какой-то там массив на или объект то этот обработчик уже применен не будет опять же обойти это можно если мы помимо всего того что я рассказывал ранее опишем еще обработчики для примитивных типов там для массива для объекта и будем показывать не только свои классы сами но еще будем нести ответственность за то как работают отображение массива и объектов csh тут проблем с этим нету все обработчики они рекурсивные это означает что если мы написали один раз презентеры для страны то мы можем не сомневаться в том что если знаю в значение будет объекта этого класса то он будет корректно показан вот и это будет сильно приятнее да и практичней на на практике вот время подвести итоги со счетом 913 pssh превосходит борис поэтому в своих проектах мы используем pssh вот кроме этого pssh есть еще много других возможностей о которых я сегодня не рассказал это возможности не относятся на прямую крепу там например это возможность построить динамическую документацию по какому-то объекту используя php reflection то есть прямо в консоли мы можем увидеть ага вот у нас есть такой метод в набрать там лс минус ла и какой-то объект php и увидеть список его методов свойств дальше мы можем увидеть информацию по каким-то методам и так далее и через много всяких возможностей то есть смысл в том что в pssh на там ничего сильно больше чем просто репал но даже если рассматривать его просто как репал то он лучше чем борис у меня в принципе все вот тут есть сайт и тут недавно решил бог вести вот там всего одна статья просто чтобы они не стыдно ссылку вам показать но не кстати не привет мир мне не нравится когда так боги заводят привет мир поэтому я написал статью про php и shell но дальше что-то еще будет поэтому следите там подписывайтесь и давайте готов ответить на вопросы олег что ты включаешь вопросы скажите а вот мы начали с темы про исполнение в shell я так понимаю что волоксе как бы есть определенные сервисы которые каким-то образом с этим связаны то есть запускаются в шел либо там как-то еще вот хотелось бы услышать какой-то опыт именно проект ну как бы насколько это можно оглашать проектный опыт связанный с разработкой какие-либо не знаю сервисов которые запускаются в шеле и какие возможно сложности были возможно какие-то положительные моменты были найдены там неудачи именно практический опыт использования смотрите у нас есть две истории первая история это чудо демона которыми я рассказывал ранее вот это именно то что до запускается в клей режиме вторая вещь это я когда рассказывал когда пешки разработчика может понадобиться шел я говорил это предоставление интерфейса командного строке командной строки к своему приложению то есть по факту мы у нас есть какой-то проект и у нас есть какие-то действия по его эксплуатации например мы хотим при выливании обновить какой-то кэш мы хотим при выливании выполнить там какой-то метод из нашей сущности вот то есть либо мы хотим подготовить окружение под наш проект то есть мы хотим запустить шеле какую-то команду будет создана база с необходимыми таблицами правильной структуры там и так далее то есть по факту в большей части мы используем shell и php именно как среду для исполнения каких-то дев команд или команд по эксплуатации системы и в чем прелесть если какое-то действие может быть выполнено в shell его можно автоматизировать то есть мы можем писать сценарий мы можем реализовывать автоматический депой наших приложений мы можем делать это в нескольких средах и там и так далее да то есть все что там надо где-то тыскать в браузере это плохо автоматизируется на и набор этих действий трудно воспроизводим при этом вы том же самом выливание например до вливание депой развертывания почему почему именно php использовался для диплоймента ну как-то это смотрите какая история вроде вы что окончании не очень правильно нет не очень тот инструмент в данном случае на мой взгляд смотрите какая история если бы кто-то ко мне пришел и сказал макс я хочу написать какую-то консольную утилиту до или утилиту шелл там вот скажи php это самый лучший выбор я бы сказал нет но мы используем php для написания утилит почему потому что наше приложение написано на php и она уже содержит очень много логики там по работе с моделью логики которая знает о том как работает приложение его части и мы из создавая утилиты которые до работают в шелл можем переиспользовать тот функционал который мы используем своем большом приложении понятно то есть если бы мы выбрали какой-то более другой язык то нам этот бы функционал надо было бы реализовать заново понять я правильно понимаю что допустим колоксу который к нему приходит некий клиент r и хочет интернет-магазин и вот для диплоймента какого-то решения к нему на сервер есть какой-то определенный там d-пакет допустим у которого есть какой-то список определенных php скриптов которые последовательно запускаются для того чтобы развернуть этот ну скажи скажем так у нас есть диплой rb для капи страна внутри которого вызываются баш скрипт внутри которого вызываются наши утилиты напишем печки через этот не ну бы там шелл скриптом поряд просто вызовы утилит наш окей спасибо ну я ответил на вопрос как бы почему удобно использовать пешки для написания утилит для эксплуатации приложения которое написано на пешки ну то есть просто последний пример использования печки в консоли который я столкнулся к сожалению вот это есть такой движок медиа вики в котором есть определенная папка maintenance в которой есть много страшных гадких файлов вот они как бы хочу запускаются спасибо вот они запускаются как раз из консоли и чего-то там делают как раз сервис на этом что-то обновляют какие-то индексы там делаю делаю ну да но это нормальный из кейс вот ну как бы запуск подал скриптов он довольно таки простой просто со всеми примерами реальными примерами в продакшене использование пич пив код в консоли это как раз вызов пич пив через экзет и спич пить вы там еще пальто на вызывали джау чего только не вызывали я пойду на джау не первый раз только что хотелось бы понять возможно есть какие-то были примеры в оксе вот кроме вот этих двух кроме установки нет окей ну то есть ну скажем так я ну достаточно там скептически отношусь к идее до запуску php в режиме в котором надо допустим до запускается ну просто потому что но свои нюансы свои там приколы да и не очень да там есть решение которое позволяет это делать и запускать как сервисы как демоны на пешпи написаны нужно делать ну скажем так если это приносит там какие-то неудобства да если это решает задачу и там не приносит головняка ежедневного окей если это мешает используем другие инструменты то есть мы смотрим на это как на возможный вариант решения задачи а поэтому можно там делаем да то есть уместно там неуместно используем какие-то другие решения все тут хорошо посердно